здравствуйте уважаемые коллеги мы продолжаем серию открытых эфиров которые проходят каждый будний день в 11.00 надеюсь меня слышно и видно хорошо тема наших открытых эфиров всегда разные сегодня тема нашего эфира сегодня тема нашего эфира эмоциональный интеллект зачем он нужен почему он влияет на нашу жизнь и зачем его надо развивать давайте сначала разберемся в понятии что такое эмоциональный интеллект во первых это сумма навыков и способности человека распознавать эмоции также понимать намерение и мотивацию желание других людей а также свои собственные способность управлять это уже третья ступень способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения и организации практических задач чего вообще появилась когда появилась популярность этого понятия эмоциональный интеллект и сейчас можно увидеть различные публикации дипломные диссеркционные работы по этой теме самый пик термина но вообще популярности этого термина эмоциональный интеллект был с середины 90-х годов после выхода бестселлера дэниэла голлмана назывался он эмоциональный интеллект почему он почему он значит больше чем айкью и вот через факты о человеческом мозге истории эмоции и антропологию голлман попытался дать свою интерпретацию приспу преуспевающего человека используя исследования американских и зарубежных ученых и вот так но я иногда поглядываю в чат уважаемые коллеги если все меня не видят то это проблемы с моей стороны проблемы с интернетом с компьютером с моей стороны если только у вас то скорее всего у вас нестабильное подключение к интернету пожалуйста обновитесь обновите страницу f5 нажмите ну главная идея его книги продолжим заключалась в том что каким бы ни был университетский диплом или родительская семья или счастливые годы раннего детства все-таки умение человека управлять своими чувствами и чувствами других людей скажется на способности организовывать и заводить долгосрочные отношения семью или иметь хорошее отношение в коллективе стать лидером руководить коллективом дружить и так далее но вот эмоциональный интеллект широком понимании это признание за собой и другими как позитивных такие негативных эмоций чувств умение отделять личные ощущения от голых фактов но давайте к практическим примером чтобы было понятно вот представьте уже какое-то время вы на выходных проводите все время дома и вот такое обращение к человеку который с вами все эти выходные тоже проводит ну представим да ты как всегда просидишь дома и не поведешь меня никуда здесь позиция с точки зрения личного можно сказать оскорбления то есть человек которому вы обращаетесь вы к нему относитесь как к тому который не может организовать вам досуг и не может организовать вам выходные то есть он на это не способен представьте другую ситуацию где вы человек с развитым эмоциональным интеллектом говорите следующую фразу принципе это то же самое но уже с другой позиции я расстроена тем что выходной день мы снова проводим дома понятно что мы имеем одно и то же что выходные мы проводим дома но позиция с которой мы одной с которой мы переходим и показываем своему человеку человек который с вами живет что вам уже надоело просиживать дома все выходные хочется куда-то сходить позиция разная и поэтому и эффект на эти позиции тоже будут разные вот тоже такой же пример почему ты снова ничего не придумаешь вы там проводите отпуск где-нибудь и почему ты снова ничего не придумаешь или не обидно что на отпуск проходит так буднично то есть вы уже показываете свои эмоции вы понимаете что вам обидно что вы расстроены что вы переживаете это и есть эмоциональный интеллект но как уже доказал дам джон джозеф хэкман вклад в ранний возраст намного важнее и дает большую отдачу чем вклад уже повзрослевшую 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 человека поэтому я бы хотел порекомендовать вам и вашим деткам серию пособий серию книг называется развиваем эмоциональный интеллект чем характерны и чем отличаются эти книжки от других на самом деле они мне очень понравились эмоциональный интеллект он нужно развивать самого детства но уже как вы помните ну как может быть кто знает жан пиаже доказал что у ребенка преобладает эгоцентризм он не может перевести себя с позиции я на позицию другого третьего лица то есть эмпатии как таковое у него вообще нету пока поэтому ее нужно развивать самого раннего возраста и и развивать осторожно показывая на примере персонажей других людей как они могут переживать какие чувства не могут носить или ощущать и вот эти пособия этим отличаются помните наши классические сказки вот колобок вот как раз она здесь представлена колобок но она повествовательна и мы рассказываем и говорим что персонажи там колобок убежала дедушке с бабушкой встретил волка лису зайца и так далее пока его там не слопали да но с позиции того как эти персонажи переживали эти ситуации когда в которых оказывались такого наверное нигде не встречи поэтому они уникальные эти пособия здесь серии четырех книг колобок рябка зайкина избушка и семеро козлят ну наша классика во первых эти книжки можно повествовать давайте начнем с колобка ну и закончим в принципе колобком все остальные можно понимать сразу в принципе такие же здесь представлены эмоции различные эмоции в каждом пособии разные эмоции эмоции очень поэтому и на каждое пособие хватит своих эмоций вот например здесь предвкушение удивление скулка злость откроем первую страницу вот начинаем и читать сказку жили-выли деда бабка дедушка там возрастил репку репка выросла большая и вот репка растет растет а что в этот момент ощущает дедушка дедушка ощущает предвкушение здесь есть такая эмоция предвкушение на самом деле это наклейки вы можете их отклить и с ребенком выбрать ту страницу которая на больше всего подходит например сюда предвкушение подождите это про колобка колобка дедушка да выпекал извините колобка дедушка выпекал он тоже предвкушает до вкусного колобка но колобок убежал заскучал он и убежал то есть сюда можно приклеить наклейку заскучал вот то есть уже две позиции повествовательная наша классика сказок и также позиции эмоционального интеллекта развитие эмоционального интеллекта картинка здесь очень интересные все животные представлены и наклейки которые можно использовать причем эти наклейки можно не обязательно клеить на каждую страницу так как на каждой странице уже что-то написано про эмоции уже видно как персонаж переживает или скучает то есть в плане мимики здесь все представлено наклейки можно использовать самостоятельно вот вы взяли листок а4 или альбомный лист неважно нарисовали там какое-то лицо попытайтесь изображать изобразить какие-то эмоции эти наклейки можно использовать давай ребенку эти наклейки говорят выбери наклейку и вот представь какая из наклейки больше всего подходит к моему рисунку или твоему рисунку в этом плане тоже мы развиваем эмоциональный интеллект я хотел с вами немножечко поиграть вот эти пособия четыре пособия ссылочку где их можно увидеть я вам сейчас отправлю в чате хорошо а в чате вы можете получить вот эти ссылочки все это школа семи гномов так и мы сейчас немножечко поиграем с вами хорошо так вот про репку у нас сказка я специально замазал все 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 места где обозначались эмоции дедушки и вот у нас такая ситуация у дедушки выросла большая репка дедушка тянет потянуть вытянуть не может скажите пожалуйста подходит ли какая-нибудь из данных позиций данных эмоций какая-нибудь для дедушки отчаяния отчаяния дедушка отчаян возможно возможно но сразу скажу что у нас всего два слайда где представлены эмоции давайте посмотрим другой слайд ну да дедушка расстроен но у нас нет такого смайли когда здесь давайте посмотрим на следующем слайде есть ли у нас там расстроен ли дедушка найдем здесь дедушка грустит да дедушка расстроен он грустит скорее всего подходит наверное да вот грусть больше подходит для дедушки дедушка грустит потому что не смог вытащить репку да вы правы у вас эмоциональный интеллект есть на определенном уровне это хорошо а вот например бабушка позвал дед бабку но обратите внимание здесь также представлены некоторые мысленные позиции каждого персонажа вот бабушка например стоит и думает приготовили репку на ужин у бабушки любопытство или сомнение может быть радость мечтательность радость ну да здесь подходит как и радость так и мечтательность ну скорее она тут по лицу определите по лицу она сильно счастлива радостная или она все таки мечтает здесь можно увидеть подняты подняты подбородок немного улыбка на одной стороне это скорее позиция мечтательности бабушка мечтает мечтает что сейчас и принесут репку и она его приготовит и вот этот эмоциональный интеллект он с позиции многих ученых которые сейчас пишут о нем он влияет на нашу сознательную жизнь на наше поведение вообще на жизнь в целом конечно мы не говорим что он важнее интеллекта как такового мышление воображение памяти и так далее на самом деле это совокупность психических свойств психических функций которые влияют на нашу жизнь когда мечтает глаза закатывает вверх да это вверх мечтательности да и вот эти позиции то есть мы развиваем не только эмоциональный интеллект и айкью и память и мышление мы тоже развиваем и все 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 это необходимо для того чтобы человек смог сформироваться как личность и все эти функции психические развиты помогали ему становиться развиваться реализовываться вот на этом я бы хотел закончить с этими пособиями ссылочки я вам скинул где можно найти и также смотрите сейчас до 15 апреля действует скидка на все все книжки на все пособия на сайте школы семи гномов вот по ссылочке если вы пройдете давайте я вам опять отправлю там будет 25 процентов скидки на все все пособия на любые какие захотите скидка вот не суммируется другими акциями полностью распространяется на пособия школы семи гномов до 15 апреля успеваете да вот 16 рублей то есть минус 25 процентов посчитать вот поэтому спасибо что сегодня были с нами всего вам доброго хорошего месяца развивайтесь обучайтесь не засиживайтесь занимаетесь спасибо до свидания